При помощи Земли и Сатурна. Помните, на прошлой лекции было такое, да? Что-то происходит на Земле. Вот он рисовал. Земля. Что-то происходит на Сатурне. И писали какие-то формулы. Преобразование Фулье и обратное преобразование Фулье. Было понятие корень из единицы. Все были достаточно отравленные штуки. Достаточно, для первого взгляда, понятные. А главное, совершенно непонятно, зачем он выписал именно эти формулы. А где вообще Сатурна? Это, конечно, замечательно на Сатурне. Но где это? Потому что что такое Земля, понятно. Земля – это любая функция, определенная на П-точках. А вот от этих самых П-точек, зачем-то мы берем преобразование Фулье. Ну, помню. Человеку, который собирается пользоваться каким-то механизмом, на самом деле очень интересно, желается, где этот самый Сатурн. И почему преобразование, о котором шла речь на предыдущей лекции, на самом деле является абсолютно естественным. И Сатурн вовсе недалеко, он будет совсем-совсем близко. Теперь, что мы сейчас будем делать? Во-первых, мы поговорим о задаче Наполеона. Наполеон – это Мефраторский гранат. Задача знаменитая. Если на сторонах любого треугольника построить треугольники правильные и у них взять в центры, то этот треугольник один свой смотал этот? Знаете? Он тоже правильный. Он тоже правильный. Этот треугольник тоже является односторонним. И вот его называют внешним треугольником Наполеона. Если все его нарисовать во внутреннюю строку, там должен быть правильный треугольник. Он называется «вынгий треугольник правильного». Казалось бы никакого отношения эта задача к теории чисел, к примеру, в основании Фурье-Меми. Она совместно, она есть. Вторая задача сегодняшняя. Ребята, это будет стабитая задача Аман-Муркаши. В Мехмате был один из лучших, который был в городе в истории Мехмата. Александр Александрович Кириллов. Замечательный специалист по теории представлений. Когда читал свой курс о представлении группы, практически всегда начинал вопрос с одной задачи. С задачи Аман-Муркаши. Она крайне простая, очень быстро рассказывается. Но из нее понятно, почему вот эти вот корни измениться, что называется вообще интересно, почему они замечают. Задача такая. Вокруг стола группово сидят дети. Перед каждым доелось ман-муркаши. По сигналу воспитательницы «руки к товарищам, протяни!» Дети делают такое движение. И каждый ставит свою ладонь ровно на середине тарелки другого. В это время, разумеется, соседи у него тоже сам делят. Кашу от товарищей «дащи» мгновенным движением. Никакая каша никуда не падает. Передаст в этот товарищ кашу кашу в тарелку. А в это время они передащили к себе. Ну и так они делают это на протяжении всей сны. Кашу никто не ест. Сидят за столом и так бесконечно делают. Если на языке формул, представьте себе, вот здесь было x, y, z, t, u, v. Это количество каши. Преобразование записывается следующий момент. x, y, z, t, u, v. Переходит, смотрите, во что. x сидел между y и v. Значит, надо взять v плюс y пополам. Дальше. Ну и дальше так же. На месте y оказывается x плюс z пополам. И так далее. Там, где v оказывается u плюс x пополам. Вот интересный вопрос. Как выглядит, как ведет себя вот это преобразование, если его сделать в равно раз? Задача, повторяю, о манной каше. Хорошо, задача о манной каше. Еще третья задача. Тоже, на самом деле, на эту тему. Вот такая. Представьте себе, что у вас было, ну, я не знаю, скажу. Для начала три человека, которые располагались в вершинах произвольного треугольника и стали делать следующее. Один из них сдвигается ровно наполовину стояния до следующего по часовой стрелке. После этого получился новый треугольник. Потом этот сдвигается еще наполовину стояния. Получился новый треугольник. И так делает до бесконечности. Докажите, что на самом деле эта процедура более-менее приведет их в некоторую точку. То есть будет предел у всех этих треххлорных человек. Или не обязательно трое их было. Могло быть, я не знаю, 20 человек. И правило такое. Вот есть 20 точек. Стоят стрелочки. Вот так вот. Да, и, кстати, не обязательно, чтобы они, не видно, наполовину. Можно договориться, скажем, что каждый день проплывает десятую часть расстояния до следующего. И после этого опять рисует новую замкнутую, ломаную и так далее, и так далее, и так далее. Задача та же самая. Докажите, что этот процесс соединяется. Вот. Это третья задача. Четвертая задача такая. 3ху плюс 4у плюс 5зу делится на b. Докажите, что вот это сравнение всегда имеет решение. И пятая задача. Это что такое гауссовая сумма? Чему равен модуль гауссовая сумма? И так далее. В общем, ребята, начну рассказ. Наверное, с того, что такое, в принципе, комплексное число. И как при помощи комплексных чисел можно решать задачу.